Состоялась 14-я внеочередная сессия городского Маслихата. Депутаты обсуждали уточнение бюджета в пользу увеличения. Средства будут направлены на неотложные нужды областного центра. В работе сессии приняли участие депутаты Уральского городского Маслихата, заместители Акима города, главы сельских округов и поселков, а также представители общественных объединений. Городская казна пополнилась на 1,2 млрд тенге. Средства получены из следующих источников. Показав 691 млн тенге собственных доходов, 215 млн тенге поступило от администратора бюджетных программ, 268 млн тенге – трансферты из областного бюджета. Средства будут направлены на неотложные нужды областного центра. Пополнение резерва местного исполнительного органа – 429 млн тенге. Текущий ремонт дорог нашего города – 150 млн тенге. На поддержание безопасности дорожного движения – 75 млн тенге. Текущие расходы государственных органов – 44 млн тенге. Сфера культуры – 26 млн тенге. Трансферты в бюджет сел 4 уровня – 84,4 млн тенге. Также предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета на сумму 268 млн тенге. 138,5 из них на реконструкцию объектов теплоснабжения, 130 млн тенге на обеспечение прав людей с инвалидностью и улучшение качества жизни. Таким образом, с учётом изменения бюджета города по доходам и расходам, составляет 82 млрд тенге. Депутаты поинтересовались, почему бюджетом предусмотрены средства на снос домов в дачных сообществах, затопленных во время паводка. Дальше у нас будет бюджет. «950 тысяч – это небольшая сумма. Там ведь не только небольшие дома. Там есть коттеджи и другие постройки. Всё это нужно сносить, арендовать технику. Потом учитывайте и расстояние до полигона. Мы всё рассчитали и выделили такую сумму. Если вы что-то хотите проверить, откройте документы. Мы всё делаем с соблюдением законодательства. Все отходы делятся на крупные и мелкие. Крупные должны вывозиться в другие места». Кроме того, на сессии были внесены изменения в ряд решений Маслихата, принятых ранее. Также депутаты рассмотрели вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Уральск». Было принято решение о присвоении этого звания ветерану правоохранительных структур Гульжиян Атаниязовой за вклад в развитие энергетики региона Виктору Графкину, почётному работнику образования Магриппе Искаковой и почётному строителю страны Мухаммеджану Кенжигулову.